Я ладаю! Поехали! Эти кадры знакомы каждому 60 лет назад, когда ракета «Восток» стартовала с космодрома Байконур. В ожидании замерла вся планета. Взрослые дети, прильнув к радиоприемникам, становились свидетелями новой космической эры, стартом которой стали 108 минут полета Юрия Гагарина. В урочное время на уроке вдруг прозвенел звонок. Учительница Александра Георгиевна Белогривова вывела нас в рекреацию. Включили радио, репродукторы, и мы услышали эту новость. А уже выйдя на Сартовальский мост, вот этот знаменитый, идя по нему, я видел людей, радующихся стихийно, с баянами, с песнями. Вы знаете, это действительно было всенародное ликование. Каким был этот день для жителей нашей республики, можно узнать по фотографиям, опубликованным в газете «Ленинская правда» и других изданиях. Их бережно хранит архив Национального музея Карелии. Здесь же памятные медали и монеты, фотографии и картины, посвященные связи космоса и человека. Недавно фонд музея пополнился вот этим бюстом Юрия Гагарина. Это копия «Один к десяти», а оригинал в Калуге. Его автор – космонавт Алексей Леонов. В разное время в Карелии жили и работали такие знаменитые космонавты, как Павел Попович, Адриан Николаев и Дмитрий Кондратьев. Об их деятельности и космических путешествиях в рамках подготовки к сегодняшнему празднику рассказали в школах и детских садах. Цикл мероприятий – это и классные часы, и интегрированные уроки, и конкурс рисунков, посвященный этой тематике. Конечно, детям очень интересно, дети все включились, вся школа. Когда человек уходил с Земли в небо на космос, на ракете, то это же было страшно, он же мог не вернуться. И было же всем интересно, что там на орбите Земли. Сегодня даже самые юные ученики знают о новинках космической индустрии и следят за новостями этой сферы, потому что на смену коврам самолетам из сказок пришли настоящие космические корабли. А это значит, что волшебство случается и в реальности. Мне бы хотелось, чтобы можно было свободно отправляться в космические путешествия. Кажется, совсем скоро и это станет возможным. Петрозаводчанка Ольга Филимонова доказала – мечты о космосе сбываются. Девушка родилась и выросла в Карелии, закончила филологический факультет Петрозаводского госуниверситета и уже больше шести лет работает в НАСА. В настоящий момент она участвует в разработке космического корабля, который в 2024 году планируют отправить на один из спутников Юпитера. Раньше эта площадь в центре Петрозаводска называлась Привокзальной, но 60 лет назад, 13 апреля, сразу после эпохальной даты, исполком городского совета вынес постановление о том, чтобы переименовать ее в площадь имени Юрия Гагарина. Не случайно именно здесь сегодня, в День космонавтики, прошли сразу несколько акций, в их числе пикеты раздачи памятных значков с изображением ракеты «Спутник». И так как массовые мероприятия только начинают возрождаться, акция несет и дополнительный подтекст. Мы изготовили значки с логотипом спутника. Это приурочено как к 60-летию полета первого человека в космос, так и к вакцинации спутником ВИД. А во время праздничного флешмоба «Я живу на улице Гагарина» жители Петрозаводска собрались, чтобы сделать памятные фото и вспомнить, что сегодняшний день не только важна историческая дата, но и напоминание для жителей всей планеты, что каждую минуту будущее зависит от каждого из нас. Когда журналист Юрий Фокин, специализировавшийся по космонавтике, спросил его, Юрий Алексеевич, вы первый человек, который видели планету Земля вот извне. Как она выглядит, наша планета? И коммунист Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт сказал, господи, какая же она маленькая. Анна Касьянова, Ксения Ларина, Данил Чинёнов, Владислав Будников, Борис Касьянов, Варвара Ермоленко, Владислав Петров, Александр Борисов, Служба новостей.